Друзья, всем привет! Меня зовут Андрей, вы на моем канале. Данное видео будет посвящено не столько обзору, сколько предпродажному видео автомобиля Toyota Pass. Данный автомобиль праворуки, пригнанный из Японии, находится он в Челябинской области. Сразу же отвечу на пару первых вопросов по поводу электронного ПТС. Электронный ПТС действующий, с документами все в порядке, утилизационный сбор на машину уплачен. Машина растамаживалась на юрлицо, то есть новый владелец автомобиля будет первым собственником в России. Касаемо экстерьера. На автомобиле противотуманные фары диодные, а остальная оптика галогеновая. Сзади у автомобиля диодные фары. Начнем с багажника. Сзади, кстати, здесь установлена камера заднего вида. Камера рабочая. Багажник здесь, кстати, достаточно просторный. Плюс еще вот эти преимущества, которые позволяют багажнику разложиться в пол, точнее полностью опустить задние сидения. Можно, в принципе, смело ехать в Ашан за покупками. А вот здесь находится отсек. На самом деле, я, кстати, его и не открывал. Но вот это вот насос. Вот это вот что-то для ремонта шин. Скорее всего, это жидкость, которая закачивается в колеса и заделывает отверстие. Домкрат. Головка, видимо, что подкручивать колеса. Для чего вот эта штука, я, честно сказать, не знаю. Но раз она здесь находится, значит, она здесь находится не просто так. Поднимаем обратно спинки сидений. Здесь есть для этого даже удобненький крючок. Просто с камерой это не очень удобно делать. Здесь крючочек взяли, за него уже потянули. Здесь он защелкнулся. Перемещаемся на задний ряд сидений. Здесь салон бежевого цвета. Ну, или, наверное, больше серого. Бежевые коврики, черные вставочки под руки. Ну, где находятся руки у нас во время поездки. Ну, и по поводу места. На заднем ряду сидений. Здесь сейчас сидения передние настроены так, чтобы мне было сидеть удобно и комфортно за рулем. Ну, и, соответственно, на месте пассажира. И вот так вот я сижу на заднем сидении. В принципе, расстояние от ног до сидения достаточно большое. И даже если сесть как-то в развалочку и засунуть ноги туда вот чуть подальше, то все равно за заднем сидеть удобно. И плюс задние спинки. А, нет, задние спинки здесь по горизонтали, точнее, по вертикали никак не двигаются. Посадка удобная, но было бы, кстати, классно, то есть, если бы так сделали спинки, что можно было регулировать наклон задним пассажирам. Но здесь, к сожалению, такого не предусмотрено. Но все равно достаточно хорошая, ровная посадка. Здесь сидеть комфортно. Можно там, я не знаю, как угодно разложиться. И, в принципе, даже дальние расстояния для этой машины, в принципе, не проблема. Я на ней лично проехал с 10 тысяч километров. Ну, грубо говоря, с Владивостока до Урала. И всю дорогу мне было сидеть удобно. То есть, никаких даже ощущений, мыслей о том, что как-то мне некомфортно, ну, у меня таких мыслей даже не было. Также сзади в дверных картах есть вот такие вот кармашки. Сейчас мы протестируем кармашек моей термокружкой, с которой я везде путешествую. Ну, все отлично. Она здесь поместилась, а сюда можно бросать какую-то мелочь. Кармашек, в принципе, достаточно глубокий. При открытии дверей из него что-то выпасть, ну, по крайней мере, не должно. Вот что для меня еще непонятно. На спинке пассажира переднего кармашек есть. А вот за спинкой водителя кармашка нет. Я не понимаю, почему так объединили заднего одного пассажира. Ну, ничем критично, в принципе, это и является. Сзади есть вот такой вот подлокотничек. Вот так он выглядит. Конечно, сюда его уже не разложить, но он встает вровень со спинкой передних сидений. Но здесь, опять же, заднему пассажиру ничего не положить, потому что сейчас отсюда вывалятся ключи от моей машины. Ну, и, в принципе, эта опция для заднего пассажира, она никакой роли в себе не играет. Ну, и также два стеклоподъемника. Оба работают. Сейчас переместимся на водительское сидение. Кстати, здесь бесключевой доступ. Но об этом я позже сейчас тоже покажу, как он работает, кому интересно. Здесь я подстелил специально газетку, чтобы не пачкать. На машине сейчас 30 тысяч... Сейчас печку выключу, чтобы не шумело. На машине сейчас 30 тысяч 394 километра пробега. Кстати, для этого пробега машина себя показывает вообще отлично. Вот сколько я на ней проехал. Я очень удивлен, как работает подвеска. Вы можете полностью посмотреть перегон машины на моем канале. Пройти на мой канал можно по этому видео. Вот. И подвеска у машины настолько изумительная, что у моего личного автомобиля, у меня Hyundai Elantra автомобиль, я бы даже сказал, что подвеска проигрывает вот этой японской малышке. Не шумит, не гремит. Едет ровно. Причем мы проезжали... Получается, Байкал примерно с температурой минус 45 за бортом. Подвеска работала отлично при такой погоде. Моя машина Elantra дубеет. Вот просто в разницу скажу, говорю. Что у нас тут есть? Ну, у нас здесь, я как показал уже, светлый салон. Вот так вот можно делать коврик и тогда, ну, точнее подлокотник, и тогда тебе он не мешает. Можно ехать в развалочку как-нибудь. Вот. Но я ехал с подлокотников. В подлокотнике есть вот такой еще вот кармашек для всего, что хотите туда положить. Вот. Ну и из главного. В автомобиле климат-контроль. То есть климат-контроль работает. Нажимаем авто, выставляем температуру. То есть все, процесс пошел. Сейчас я просто выключу, чтобы он не шумел. Ну и так же, естественно, кондиционер. Вот. Но кондиционер сейчас, я не знаю, включится, не включится, потому что на улице холодно, все включается нормально. Кондиционер работает. Впыл, выкол, вкыл, выкол. Все отлично. Вот сейчас вырубаем климат, чтобы он здесь сейчас не шумел. Вот. Так же стеклоподъемники. Ну, раз они есть сзади, так они есть и спереди. То есть здесь у нас идет четыре стеклоподъемника, блокировка в окон, регулировка зеркал лево-вправо. А вот это вот, что авто, честно говоря, я даже не тестировал, и не знаю, что это такое. Блин, надо будет протестировать эту кнопочку. А, это все. Вот, вот, ребят, смотрите, нажимаешь, здесь автос... Это складывание зеркал. Опа. А я и не знал об этой замечательной функции. Коробка автомат, то есть партник, задняя скорость, нейтралка, движение, СБ, честно, не тестировал. Вот так же здесь идет вот такая вот полочка прямая. Удобно все ложить. Кошелек, в данном случае камера. Здесь у меня ключи лежат у машины. Повторюсь еще раз, ключевой доступ. И вот такие вот удобные подстаканники. Они вот так вот реализованы. То есть раз. Опять же, протестированы моей термокружечкой. Она везде помещается. Теперь по поводу приборочки. То есть у машины пробегов, я уже говорил, 30394 километра. Пробег у нее не включены, естественно. Вот. По расходу я вам честно не скажу, потому что спали мы в машине. На перегоне вы можете посмотреть. Машина практически всегда была запущена и тут не совсем действительно расход. Но судя по заправкам, кушала она достаточно мало. у нее стоит литровый двигатель. Повторюсь, и 69 лошадиных сил. При этом машина весит меньше тонны снаряженная масса. Она достаточно резвая. Даже на отбонах на перевалах машина себя показывала хорошо. Магнитола. Bluetooth. Соответственно, можно может получать Bluetooth слушать с телефона. И она еще ловит даже радиостанцию, что, кстати, удивительно. Какие-то наши станции она ловит. Я пытался, у меня получалось. Здесь у нас звук на руле. Режимы переключаются. Это я, честно, не помню, что это такое. А, ну здесь я переключал скорее всего песни. У машины есть система старт-стоп. Очень удобно в пробочках она глохнет. Также она легко выключается. Вот мы ее выключили. Сейчас на панельке загорелся значок, что система старт-стоп выключена. Также здесь есть курсовая устойчивость. Это антизанос. Наверное, система, не знаю, как правильно называется. И датчик столкновения с препятствием. Датчик находится вот здесь. Смотрит он вперед. То есть, если вы куда-то приближаетесь, машины вам сигнализируют, что вы вроде бы как бы тормозите. Не знаю, насколько такой датчик, конечно, эффективен, потому что успеете вы принять меры в случае, чего не успеете. Но то, что есть, уже хорошо, какие-то шансы он дает. То есть, вот такая вот комплектация. Сзади, конечно же, присутствует дворник, омывалка, потому что в критчбеке заднее стекло почти у всех закидывает. Больше, чем у седанов, естественно, да. и задние дворники в принципе работают. Вот, сейчас не буду я их включать, потому что стеклышко чисто, не хочется его пачкать дворником, чтобы он разводов не оставлял. кнопочка вареньки. Также здесь присутствуют кармашки. Ну, что, кармашки? Литровая бутылочка, кармашек спокойно вмещается. Также есть вот такой вот кармашек всякую мелочь, если нужно положить. Центральный замок. Вот он открылся, закрылся, открылся. Стеклоподъемники все работают, то есть левый, задний, задний стеклоподъемники, то есть все с главного пульта работают. Ну и также, как я показывал, есть блокировочка. То есть блокировочку поставили. Но на водительское сидение блокировочка не распространяется. И также здесь присутствует фальшвейер. Но он не есть на всех японских автомобилях, то есть в случае чего вытащили, зажгли, подать какой-то сигнал в СОС. Не знаю, насколько это актуально на дорогах России, но тем не менее он есть. Бардачок, в бардачке здесь все хорошо вмещается. А4, если вот так вот сложить, грубо говоря, ну документы лежат в принципе без проблем. Также на машине присутствует ГЛОНАСС, вот от него кнопочка, кнопочка установлена. То есть ну понятно, да, что машина таможила основную лицо и ГЛОНАСС в данном случае обязателен, ГЛОНАСС имеется. То есть повторюсь, все документы для постановки автомобиля на учет все присутствуют. А на переднем сиденье здесь вот такой вот общий диван, он у меня здесь на одном уровне, повторюсь, то есть сидеть спереди достаточно комфортно. Ну вот я сижу, мне ничего не мешает, то есть у меня полностью вытянутая рука до руля, обзор у машины хороший, все видно хорошо. также здесь как в самолете сверху такая панелька показывает датчики пристегнутых людей, ну сейчас все ремни отстегнуты, поэтому датчики горят. Ну куда же без зеркальца и у пассажира тоже зеркальца есть. Вот, соответственно, здесь подушка безопасности находится одна в фруде, одна здесь. Здесь, я так понимаю, находятся всего две подушки, штороны здесь к сожалению нет. Передние сидения регулируются соответственно по высоте ну и катаются зад-вперед. Кому интересно как спать в машине, посмотрите перегон, он находится в этом же плейлисте, там я показывал, у меня даже на канале есть еще видео шортс, как я спал в машине, то есть я полностью раскладывал заднее сидение, в пол, разбирал переднее сидение, плал в спальничек и в принципе вот мне было спать достаточно комфортно. Не знаю, конечно, если путешествовать на машине вдвоем и как действовать, чтобы не спать за рулем, но руль здесь, кстати, лежать не будет. Кстати, о руле. Руле тоже есть регулировка. По вылету он не регулируется, но по высоте пожалуйста. Честно говоря, по высоте я его себе не регулировал, как машину забрали. Так, в принципе, мы и поехали. У машины бесключевой доступ. закрыли, свернули зеркала. Но, кстати, можно это отключить и они не будут сворачиваться. Открыли, сели, кнопочка старт-стоп. Запустили двигатель, зеркала раскрылись. На машине, кстати, установлена злипучечка. Хорошая очень данлоп, едет мягенько, хорошо и лед держит отлично. Опять же, перегон это все продемонстрировал. Да, кстати, забыл показать. Камера заднего вида самое главное для парковочки. Вот такой вот легенький обзорчик получился, точнее, предпродажное видео. Кому данный автомобиль интересен, пишите либо в комментариях. Вот. Ну да, в комментарии пишите. Я, наверное, в закрепленном комментарии оставлю контакты. Все телефоны куда можно позвонить. Объявление я на Дром тоже сегодня. Ну, на момент съемки сегодня начало февраля. Какое сегодня? Число 7, по-моему, или 6. Вот. На Дром сегодня объявление выложу. То есть, все будет. Кому что интересно, обязательно звоните, спрашивайте. Машину покажу, на все вопросы отвечу. Субтитры создавал DimaTorzok